Строительная компания Пластилин представляет В любом случае наливайте чаек, кофеек, какао, какао, ставьте лайк этому видео Всем приятного просмотра, стартуем На самом деле здесь все очень печально Несмотря на то, что вот эта штуковина довольно-таки приличных размеров По весу где-то килограмм 10 Все внутренности отсюда уже, к сожалению, практически подоставали Осталась одна вот такая массивная катушка Как я понимаю, она не медная, а алюминиевая Ну и поставались вот эти рычажки, крутилки, переключатели Вот кнопочка включения-выключения питания Здесь, скорее всего, немного серебра есть Ну и здесь, наверное, посеребрение Ну все, на этом моменте можно выключать это видео Реально обмотка алюминиевая Хотя и вот такая толстенькая Алюминий Электротех Но достать эту катушку отсюда В таких вот полевых условиях Проблематично Она вот крепится вот такими винтиками Нужно тащить домой Весь вот этот сварочный аппарат Изначально сказал, что здесь килограмм 10 железа Но, наверное, побольше Все-таки килограмм 15-17 Сто процентов Этого сварочного монстра пришлось спрятать Но ненадолго Через пару дней за ним обязательно вернусь Все вот так вот позатапливало Ну прям как джунгли Амазонки Первая алюминиевая баночка За сегодня Вот такая вот доисторическая Блестит вот из воды Какая-то Типа нержавейка А что это такое? Что-то непонятное Вот это, наверное, карболит Это нержавейка Рядышком нашел аналогичную штуковину Но целую Тоже карболит Какая-то советская маркировка Ну и Немножко нержавейки Сейчас попытаюсь все подрывать Ну плюс-минус Грамм 50 Будет Все в общую копилку Вот такой вот неплохой пучок Алюминиевой проволоки Долго прослужил мне вот этот обод Это еще советский Но вот, как видите, все уже прогнило И спица прямо упирается В камеру Это в одном месте Здесь то же самое В общем, сильно Не накатаешься Надо уже производить диагностику На развал схождения Ну ничего, сейчас проверим Сколько можно с него выдавить Там впереди стоит Типа спидометр Меряет скорость Сейчас буду Разгоняться 21 22 23 Сейчас движок застучит 24 Слабовато, конечно Раньше я на этом велике 30 выжимал Нужно срочно собирать Деньги на покупку нового велика Или хотя бы на запчасти к старому На этом далеко Не уедешь Переезжаю на другое место Я правда не знаю Какая там сейчас Обстановочка с металлоломом Но баночек там всегда хватало Наберем хотя бы баночек Сейчас будет турбоускорение Ехан и бабай Это ж надо было На такой высоте Домик сделать В общем дом выше чем Электрическая опора Приехал я на новое место В общем Здесь вот такая Огромнейшая территория На которой целая куча Всяких вот таких мелких свалочек Но есть одна проблема Здесь очень много конкурентов Точнее бомжей Они здесь прям в посадке живут Сносят всякое барахло туда Ну и понятное дело Целыми днями пропадают На этой свалке Вот так вот Вот видно что прям Здесь на месте что-то обжигали Остатки от проводков всякие Но все равно кое-что здесь Все равно попадается Вот заметил проводок Потянул А здесь в пакете Целая куча вот таких ламп Советских Не знаю Забирать не забирать Есть лампы ценные Есть не очень ценные Можно там разбираться По маркировочкам Ну вот и баночки Одна Вторая Третья Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Штук пока вижу Вот пару килограммчиков Железо Это наверное Сиденье С машины Ну Железо габаритное Такое мы не берем Попалась целая куча Вот таких Пластиковых бутылок Но они необычные Они Такие плотные И идут С сифонами Друзья Кто-нибудь знает Можно ли их Использовать Повторно Как-нибудь Заправлять Прикольно Вот целый ящик Очень часто Задаваемый вопрос Почему же так редко Выходят Новые видео Все потому Друзья Что на металлоломе Сейчас особо Не протянешь Цена маленькая Канал тоже Мне не приносит Никаких денег Поэтому Приходится Подрабатывать Вот такая шабашка Заливаем Бетон Здесь пока еще Опалубка Деревянная Ну а за мной уже Стена готовая Ну вот она Моя зарплата За один неполный Рабочий день 800 грны В металлическом Эквиваленте Это где-то Примерно 3 килограмма Меди Вроде бы немного Но найти сегодня 3 килограмма Меди Конечно же Проблематично Поэтому пока что Приходится Таскать бетон Друзья Шарюсь я По этой полусвалочке Полупосадочке Уже наверное около часа И наконец-то Есть хорошая новость Показываю Короче говоря Катаясь я По вот этой местности Когда замечаю Вот такие Всякие строительные кучи Останавливаюсь Визуально осматриваю Но зачастую Подбираю всякую мелочевку Так как Все крупное Уже Украдено До нас Наверное Натрамбовал уже Пол рюкзака Всякого Такого мелкого Барахла Баночки Алюминиевые баллончики Ну вот проводки Вот такой ключик попался Старенький Ну и наконец-то Мне улыбнулась Удача Выскочил Вот такой джекпот Что самое интересное Вот эта катушка Она лежала Практически на поверхности Вот Смотрите Медяха По весу Килограмма Четыре Наверное Вот это да Такое сейчас Можно найти Наверное Раз в году Находочка Просто Жирнючая Вот смотрите Какая здесь Медная проволока Еще даже остались Какие-то Радиодетальки В общем Пойдет на разбор В ближайшее время Все вот это дело Вместе с вами Разберем Кто не успел Поставить лайк Этому видео Можете сделать Это прямо сейчас Такие находочки Не часто Можно увидеть На моем канале Вот такая шахта Судя по всему Кто-то приезжал Сюда за песком Немножко раскопал Вот этот бугор Видно что сверху Свалочка идет А дальше Чистый песок И вот там Где свалочка У нас торчат Проводки И вот такие Не знаю Наверное медь Такой проводочек Вот видно баночка Древняя Ехал-ехал И в итоге Выехал Вообще На каком-то Дачном поселке Катаюсь Подбираю баночки И вот складываю Их в пакетик Растворимый напиток Юпи Из 90-х Черри На 1 литр В прошлом году Находил подобный Вот неплохая находочка Электроавтомат Сделан в СССР В 90-м году Разбитый Но все на месте Медь Железо Серебряные контакты Красное золото Запчасти От советского телевизора ОН-9 Кто-то из подписчиков Писал, что их принимает Заберу Дома уже есть Несколько штук Одинокий Металлический Столбик Вот Трубка Приличная Даже шатается Можно будет копнуть Друзья По Бырику Подведем итоги Сегодняшней поездочки Помимо сварочного Монстра Попался Вот такой хламец Алюминиевых баночек Около килограммчика Большое количество Ну всякое мелкое железо Вот такой замочек Я вам не показывал Баллончик Алюминий Проволока Медная Алюминиевая Зарядка Вилка Деталь телевизора Немного нержавейки Электроавтомат Ну и конечно же Вот он Трансформатор Вот такая катушка Медная Ну все Собираюсь И еду домой Друзья Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Встретимся В следующем видео В прямом эфире Ваша любимая Постоянная рубрика Колбасные обрезки И сегодня Мы узнаем Как стать миллионером Собирая Вот такие Алюминиевые запчасти От колбасы Проведя обширное И очень длительное По времени Научное исследование Мне удалось узнать Что Эти Зажимы Или клипсы Они бывают Двух видов Первый тип Это вот такие Зажимчики В виде алюминиевой Проволоки Ну а вторые Зажимы идут Как Вроде Алюминиевая Пластина Ну и давайте Посмотрим Какой они Имеют вес Почти 1 грамм То же самое Вот этот Наверное Чуть поменьше Да Полграмма Ну плюс-минус 1 грамм Ну и Клипсы Вот такой формы Тоже 0,9 Это поменьше 0,5 0,7 0,8 0,8 Сама по себе Одна вот такая Алюминиевая клипса Это конечно же мелочь Но когда Таких зажимчиков Много Это уже и не мелочь Вот такую баночку Я собрал Где-то за полтора года Давайте посмотрим Какой Здесь Вес Оттариваем стаканчик 190 грамм Почти 200 грамм Чистейшего Алюминия Короче говоря Не вздумайте Никогда Выбрасывать Вот такие Алюминиевые зажимы Собирайте Копите И когда-нибудь Лет через 400-500 Вы обязательно Станете миллионером Наверное Хотя Если регулярно Бегать по колбасным Магазинам И клянчить У тетенек Вот такие Алюминиевые запчасти То Миллионером Можно стать Чуть-чуть Побыстрее Алюминиевые запчасти Алюминиевые запчасти